Здание, где сейчас располагается Ульяновский военный госпиталь, было построено в 1914 году. И в нём тогда находился лазарет кадетского корпуса. Позже здесь были детская больница, дом матери и ребёнка, гарнизонный лазарет. А в 1937 году сюда из Пензы был передислоцирован военный госпиталь. В 2000-х построили его новый лечебно-диагностический корпус. Тогда же в него поступили раненые разной степени тяжести. Был период второй чеченской кампании. Всё нормально? Ну да. Сейчас в Ульяновском гарнизонном госпитале работает 10 отделений. Среди них поликлиника, отделение неврология, физиотерапевтическое, операционное. Хирургическое отделение госпиталя возглавляет подполковник медицинской службы Александр Куренков. Говорит, что военврачи попал почти случайно. Однако служит он им уже 22 года. Вы знаете, у молодых врачей у них же голова всегда, скажем так, в стороне от сознания. Но считается, что вот хирургия, она сродни где-то героизму, где-то ежедневному подвигу. Это, скажем так, вот, наверное, всё, что двигает молодых врачей, пойти в хирургическую степень. На самом деле не так всё это уж так и красиво, не так всё это и приятно. В более приятном моменте, чем выздоровление пациента, нет. Ульяновский госпиталь как раз недавно пополнился молодым составом. Сюда врачи прибыли после обучения в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии имени Кирова. Это видно? Да. Всё видно. Всё, что с тобой происходит. Это же волшебная военная техника. У каждого гражданского военно-медицинского периода. Ну и у них уже есть немалый опыт. Например, майор медицинской службы Александр Гусев уже успел поработать с военврачом в Алтайском крае в Забайкале. Его общий стаж 12 лет. В отделение реанимации попадают военнослужащие, которые попали либо в ДТП, потому что управление военной техникой требует определённого навыка, и солдатики не всегда справляются. Героические случаи, когда офицер просто шёл домой на улицу, пытались отобрать сумку у женщины. Он вступился, ему в голову выстрелили из травматического пистолета. Можно сказать, выстрелили очень удачно. Пуля попала под нижнюю челюсть. Соответственно, офицер отделался, можно сказать, переломом нижней челюсти и сотрясением мозга. Госпитры рассчитаны на 150 койко-мест. Здесь проходят лечения военные из многих соседних регионов – Татарстана, Мордовии, Чувашии, Республики Мариэл, ну и, конечно, Ульяновские. С этим отделением, с хирургическим, я знаком с 22 апреля 1971 года. Приёмное отделение посмотрели исход у меня на стол операционный, аппендицит. В доме офицеров состоялись торжества. А по случаю юбилея Ульяновского гарнизонного госпиталя лучшим сотрудникам этого военного медучреждения вручили почётные грамоты и благодарственные письма от исполнительной и законодательной властей. Ульяновский гарнизонный госпиталь можно по праву назвать одним из лучших военных медицинских учреждений ПФО. Илла Шахова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск.